Память 3-16 февраля В рукописных святцах Симеон, епископ Тверской, поставлен между святыми русской церкви. Летописи разных времен, говоря о нем, называют его преподобным епископом, чем показывают в нем подвижническую святую жизнь. Блаженный Симеон был седьмым полоцким епископом и первым епископом Тверской епархии. Происходил он из рода князей полоцких. Кафедра святого первоначально была в Полоцке, но враждебное нападение Яраспри, литовских князей, убийство в 1263 году полоцкого князя, его племянника, принудили переселиться в Тверь. В то же самое время Тверской князь Ярослав Ярославович стал великим князем России и любимую им Тверь избрал в свой престольный город. Благоверный князь принял блаженного пастыря со всей любовью и наделил его Тверскую кафедру богатыми имениями и угодьями. Епископ Симеон управлял паствой как один из лучших пастырей Церкви. Своими высокими умственными и нравственными качествами души он приобрел всеобщее уважение. Летописец говорит, что святитель тот был, смыслен зело и селен в книгах Божественного Писания, учителен, добродетелен, нищие и сироты и вдовицы жаловавши, и обидимых заступляши, и насилуемых избавляши, без боязни говорил правду князьям и вельможам. Памятники древности передают разговор святого Симеона с полоцким князем Константином, который, желая посмеяться над своим Тиуном, судьей, за обедом спросил у святителя, где будут Тиуны на том свете. Симеон отвечал, Тиун будет там же, где и князь. Князю это не понравилось, и он сказал, Тиун судит неправильно, берет взятки, мучит людей, а я что худое делаю? Владыка объяснил ему. Если князь добрый и богобоязненный жалеет народ, любит правду и поставит Тиуна, человека доброго и богобоязненного, умного и правдолюбивого, то князь будет в раю, и Тиун его с ним. Если же князь без страха Божия не жалеет христиан, не думает о сиротах и вдовах и поставляет начальника злого, нерассудительного, а только бы доставлял ему деньги, пускает его, как голодного пса на падаль, губить людей, то и князь будет в аду. И Тиун его с ним. Говорю вам, князьям и наместникам, утешайте печальных, избавляйте слабых из руки сильных. Богатые обижают их, и они к вам приходят, как к защитникам добрым. Вы же, князья и наместники, подобны дождевой туче, пущающей воду над морем, а не над землей жаждущей. Вы тем даете и помогаете, у которых много серебра и золота, а не тем, которые не имеют ни пенези, бедных отдаете в рабство, а богатых наделяете щедро. Это свободное, бестрепетное обличение сильных земли, это чистое сознание требований правды древность русская почтила тем, что вынесло его в общее руководство правосудия. По летописи блаженный пастырь в 1271 году с любовью отдавал последний долг любви и уважения почившему благотворителю своему великому князю Ярославу Ярославовичу, скончавшемуся на пути из Орды. Князя привезли в Тверь для погребения. Тверской епископ Симеон совершил над ним обычное надгробное пение, и его положили в соборном храме святых Космы и Домиана. Юный княжеский сын Михаил, представление 1318 память 22 ноября 5 декабря, стал воспитываться под руководством святителя. В 1276 году пожар истребил жилые строения города Твери. Истреблены были все храмы, за исключением одного. Заботливому святителю много надо было употребить трудов для построения дома святительского и храмов. В 1286 года Литва повоевала Тверскага владыки церковную волость Олежную и прочее, и ограбили их. Тверитяне добровольно сами собой бросились за хищниками, догнали их и отняли все награбленное. И князь, каков был святой Михаил Ярославович, употребил все, чтобы новый собор строился без замедления и остановок. Но прочный великолепный храм не мог быть построен скоро. Святитель, чувствуя, что при его старости не доживет он до освящения нового собора и скучая без служения при кафедре, столько отрадного для печальной старости, осветил в 1287 году в созидавшемся соборе подвижной престол, чтобы молиться здесь вместе с паствой пока может. А храм был освящен преемником его, епископом Андреем, в 1290 году. Святой Симеон скончался 3 февраля 1289 года. В летописи под 1289 годом записано «Представился блаженный епископ Симеон Тверский и положивший тело его в церкви святого Спаса на правой стороне февраля в третий день». «Представился блаженный епископ Симеон»